Выйдите, не минулась. Это короткая история. Поскольку театральная гостиная, значит, мы должны что-то вам рассказывать, связанное с театром, смешное. Мой любимый спектакль в Большом Романтичном Театре, один из, был дядя Ваня по песне, как вы сами понимаете, Антона Павловича Чехова. И там гениально играл Олег Василашвили. И вот эта сцена, потрясающая, когда выскакивает, и ключи в дне 37 лет, из меня он получился Достоевский, что Бенгауэр, ты закупил мою жизнь. И он стреляет в профессора Серебенкова, не попадает, разбивается ваза. И он говорит, мимо. Пац! Вся жизнь мимо, говорит Василашвили. Это потрясающая сцена, мы хотели смотреть. Потому что, не только потому, что мы любили Чехово, мы любили конкретный спектакль, конкретную сцену, этого конкретного гениального артиста. А просто мы, молодые артисты, могли наблюдать с милициями, как производится выстрел. Его производил такой человек, по странным стечениям обстоятельств, профессия называется шумовик, а фамилия была Ишумов, Леша. У него было килограммов 140 живого веса, 2 метра 7 сантиметров рост. Он был огромный, он носил комбинезон на голом торсе. Большой очень парень. И всю его фигуру венчала такая маленькая голова. Поэтому у него разные были фички. Мини-мозг, всякий без головы, разные. Он приходил за 2 часа до спектакля, разминался, искал отражающие поверхности, проверял, как он смотрится. За минут 15 до выстрела он становился вот так спиной к артисту и поворачивался в ту сторону, потому что в руках его был полутораметровый молоток, в молотке две дверочки, два капсуля, а напротив банальный лист железа, метр на полтора. Чуть-чуть такой, как бы, гофрированный, для того, чтобы резонировал этот звук. Он был занят в двух спектаклях, этот Леша. Получал он как раз 132 рубля, это 86-й год. Я был занят в 27 спектаклях и тоже получал 132 рубля. То есть, если он был искусство по-разному, то за день и ежедневно. И вот в один прекрасный день, вот все, как обычно, вот выскочил Василашвили, крикнул, что ему 37 лет, ему было лет 56, поэтому он чуть-чуть так немножко... Мерси лет, если нет. Но без меня мог получиться достоинство, и Шопенгавр, ты загубил мою жизнь, он поднимал этот пистолет, целился, а дальше все в рапиде будет. Замедленные такой съемки. Все как обычно, только никто из нас не заметил сразу, как за кулисами оказался начальник пожарной охраны нашего театра. Его звали Андрей Иванович. Он был в прошлом боевой офицер, прошедший всю войну. И он владел таким нехитрым словарным запасом, который мог поднимать людей в атаку. Даже когда он уже не действовал ни за Родину, ни за Сталину, у него вставали люди и шли. Он был очень небольшой, этот запас очень эффективный и действованный. А дядя был очень добрый. Он еще любил артистов, но не любил, когда курят на сцене. И он так вот оказался в этом месте, вот такой любознательный, смешной, вот так здоровался. Вот так он вышел за кулисы. А шо там? А ну, а шо там? А ну, а шо там? Ну, поставил ногу на этот лист железа с другой стороны. С другой стороны туристов. А он ходил, он жил при театре, и всегда ходил в сандалии трубасу в ногу. И когда по Севастопиле нажал на курок, этот Леша, 140 килограммов живого веса, 2 метра, 7 сантиметров роста, полутораметровым молотком, замахом 180 градусов, со всей силы, которая ему отпущена природой, и приколом на судлюна, там, вон, вон, не глядя, а ногти у большого правца в начале кубежа-моргана. И выстрела не последовало. Но вместо выстрела в рывовой тишине с диким воблем прозвучало такое простое русское слово. Оттуда еще. Из 42-го. Такое совсем простое и совсем русское. И если бы вы заполняли какой-нибудь кроссворд, такой, ну, такой, фривольный чуть-чуть, там было написано «Женщина легкого плетения». «Пятого». Я их не знаю. И наш начальник по данной храме заполнил этот кроссворд за сотые миллисекунды. И в саде воцарилась гробовая тишина. Ну, потому что для зрителей это как бы слово «сосцена». Они же не знают, что там за пулисами один идет в другом. И в этой гробовой тишине... А Чехова вот явно не все читали. Какое ощущение? «Острова» там. И где-то в самом конце партера какой-то командировочный дядечка, который с трудом получил контрамарху на приставное место шепотом... А когда шепотом в театре... Вот я вам покажу, как он сказал. «Саша»... «А что он сказал?» «А кто как-то сидел рядом, чуть громче, чем нужно, повторил что-то...» И когда это слово прозвучало в второй раз, в зале началась истерика, рациональный снег начал утопить, захлестывать артистов. И эти несчастные народные артисты Советского Союза, их было 5 человек на без сцене, они велись себя так... «Э-э-э...» «Э-э...» «Э-э...» «Э-э-э...» «Э-э» «Э-э-э-э-э...» «Э-э-э-э...» «Э-э-э-э...» «Э-э-э-э-э-э...» «Э-э-э-э-э...» Вот мимо, вообще, все же вы мимо. Простите нас, а вы просите меня.